Добрый вечер! В эфире Вести Карачао-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Капремонт, строительство, оснащенность. Глава республики провел совещание по готовности региональной системы образования к новому учебному году. Тем, кто посвятил свою жизнь спасению людей, посвящен репортаж Вести. В Черкесске прошло торжественное собрание, посвященное 30-летию спасотряда. Выборы не за горами. Общественная палата Карачао-Черкесии взялась за обучение общественных наблюдателей, которые будут контролировать процесс. Награды различного достоинства, строящиеся спорт-объекты и в целом, как проходит спортивная жизнь в Карачао-Черкесии в нашем сюжете. Сегодня глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание, посвященное готовности региональной системы образования к новому учебному году. В текущем году начался капитальный ремонт 23 школ. 18 из них по плану будут сданы в декабре. Также закуплено оборудование для классов, актовых и спортивных залов, пищеблоков. Глава Республики отметил, что особое внимание нужно обратить на антитеррористическую защищенность объектов образования, оснащения учебниками. В этом году для обновления фонда учебников направлено почти 12 миллионов рублей из республиканского бюджета. Все школьники должны быть на 100% обеспечены бесплатными учебниками по основным образовательным программам, подытожил он. Рашид Тимрезов также сказал, что в этом году для 24 тысяч школьников 1-4 классов будет организовано бесплатное питание. Глава Республики подчеркнул, что необходим постоянный родительский и общественный контроль за организацией этого процесса в школах. Все, что делается, будь то ремонт, строительство или оснащение школ, в конечном счете подчинено одной цели – повышению качества образования. 30 лет отметили российские спасатели. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, прошло и на базе Карачао-Черкесского поисково-спасательного отряда. Поздравить спасателей приехали представители республиканского правительства и парламента. Перед официальным собранием, посвященным 30-летию спасательной службы, личный состав и гости возложили цветы к мемориалу заслуженного спасателю России Вячеславу Дзираеву. Мадина Каракетова с подробностями. 30 лет назад в трудовых книжках у ряда смелых, отважных, любящих жизни и готовых рисковать ею ради жизни других людей появилась запись, принят спасателем в Карачао-Черкесскую республиканскую поисково-спасательную службу. Итаги осталась единственная запись у большинства. Первым руководителем вновь созданной структуры был назначен Вячеслав Дзираев. Торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате, собравшись, начали у мемориала этому уникальному человеку, установленного на территории базы Карачао-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России, который, собственно, и носит имя первого руководителя. Человек очень яркий, очень самобытный, начитанный, волевой. Благодаря ему с первых дней был определен вектор развития службы. Первый заместитель председателя правительства Карачао-Черкесии Хазер Чекуев от имени главы республики и правительство поздравил спасателей с праздничной датой. Проделевая неимоверные трудности и зачастую рискуя собой, вы мужественно выполняли свой служебный, гражданский и человеческий долг по спасению людей. Каждый, кто посвящает свою жизнь служению людям, достоин благодарности и уважения. На протяжении 30 лет спасатели нашей республики выполняют удачи по оказанию помощи людям на высоком профессиональном уровне. К мемориалу Вячеславу Отзираеву собравшиеся возложили цветы. Гостей и личный состав пригласили в актовый зал. Здесь вниманию собравшихся был представлен фильм о трудной и достойной профессии спасателя. Фильм перенес зрителей в самую гущу чрезвычайных ситуаций, природных катаклизмов, из эпицентра которых спасатели зачастую рискуя жизни выводили людей. Наводнение, сходы селя, лавин, пожары, авиакрушения и сотни других опасных случаев, о которых мы даже не слышали, но спасатели были в самой их гуще и спасали жизни и имущества. После начальник Карачево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Мозгов напомнил собравшимся немного истории. Рассказал о достижениях. Карачево-Черкесская поисково-спасательная служба была образована 1 августа 1992 года. И коллективу во главе с Вячеславом Дзираевым хватило ровно трех дней, чтобы эту службу организовать и довести до ума. За 30 лет спасателями были проведены 5981 спасательных и неотложных работ. Многие отмечены самыми высокими орденами и медалями, заслуженными званиями. Безусловное доказательство профессионализма спасателей Карачево-Черкесии сегодня уже было освящено. Это трехкратное чемпионство на соревнованиях спасателей. По итогам деятельности 2012 года отряд был признан лучшим в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям. Он награжден кубком за доблесть и высокий профессионализм при спасении людей. В 2014 году аналогичный кубок был получен из рук начальника Северокавказского регионального центра МЧС России. По итогам 2014 года спасатель международного класса Дмитрий Гераченко признан лучшим спасателем МЧС России. Еще один спасатель первого класса Геннадий Мишаткин в 2019 году признан лучшим водолазом системы. Поздравили спасателей, руководство МЧС России, Покорачево-Черкесии, депутаты парламента, коллеги из других регионов. И, конечно же, особые слова благодарности были обращены к ветеранам службы. 17 из них были вручены медали ветеран поисково-спасательной службы. Неоценим ваш вклад в формирование положительного имиджа нашей республики как туристического региона. Благодаря профессионализму спасателей, безопасность и помощь туристам обесвечивается на высочайшем уровне. Спасибо вам, дорогие спасатели, за вашу трудную, но такую важную и необходимую работу. За ваше мужество и готовность к самопожертвованию ради жизни и здоровья других людей. После всех присутствующих пригласили на ознакомительную экскурсию. Спасатели продемонстрировали гостям и ветеранам современные образцы техники, которая стоит на вооружении спасателей. Мадина Каракетова, Мухаммед Ажибуков, Вести, Карачаево-Черкесия. На сегодняшний день 14 субъектов России, в том числе Карачаево-Черкесия, полностью выполнили годовые плановые показатели по искусственному лесовосстановлению. Работы проводились в рамках федерального проекта сохранения лесов, нацпроекта «Экология». В республике площадь проведения искусственного лесовосстановления составила порядка трех гектаров. В общей сложности с момента запуска федерального проекта сохранения лесов с 2019 года на территории Карачаево-Черкесии работы по производству и лесовосстановлению проведены на площади 200 гектаров. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза в первой половине ночи, в отдельных районах сильный дождь. В сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 метров в секунду, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 8, плюс 13. Днем 27, плюс 32. В горах местами плюс 18, плюс 23. В южных районах местами высокая пожароопасность. Четвертый класс. В Черкесии ночью кратковременный дождь. Гроза днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем 30-32 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в ИСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. Хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. Продолжаем выпуск. Общественная палата Карачао-Черкесии приступила к обучению 104 наблюдателей за предстоящими выборами депутатов. Как проходит обучение на семинарах, каким должен быть общественный наблюдатель и для чего нужен мониторинг, расскажет Карчао-Биджеев. Следить за честностью выборов. Именно такая задача предстоит стать 4-м наблюдателем в Черкесии. Их присутствие на избирательных участках позволяет повысить шансы на прозрачность, демократичность выборов. На семинарах их учат правовым аспектам. Наблюдатели должны уметь выявлять нарушения во время голосования и реагировать на них в рамках закона. Цель наблюдения за выборами – предотвращение тех нарушений, которые могут быть как во время процедуры голосования, так и при подсчете голосов. Многие из них уже имеют опыт работы на избирательных участках. Например, Татьяна Салащенко. За ее плечами огромный опыт мониторинга выборов. На вопрос, откуда такая активная гражданская позиция, отвечает твердо. Это мой долг. Я хочу, чтобы выборы проходили законно, с соблюдением всех правил. И поэтому в лице наблюдателя буду следить за тем, чтобы все было прозрачно, легитимно. И стоять на страже защиты прав и законности по отношению к нашим избирателям. Первый семинар прошел в Черкесске. Председатель общественной палаты Елена Лешова подчеркнула, для того, чтобы выборы прошли честно, прозрачно, чтобы они отражали демократические принципы, необходим качественный контроль. Его осуществляют общественные наблюдатели на протяжении трех дней с 9 по 11 сентября. Жителям республиканской столицы предстоит избрать новый состав городской думы. Набор наблюдателей – это личная инициатива самих граждан. Они, соответственно, пройдя обучение, поэтому приглашаем мы всех желающих. У нас информация увешена на сайте общественной палаты и в соцсетях. И затем, после обучения, они подают набор документов. Следующий обучающий семинар члены общественной палаты проведут в Зеленчугском и Урубском районах. Затем в остальных населенных пунктах, где в сентябре пройдут выборы. Всего в республике назначены 43 избирательные кампании. В седьмых международных спортивных играх «Дети Азии», которые проходят во Владивостоке, победителем по греко-римской борьбе стал спортсмен из Карачао-Черкесии Ислам Шанов. Воспитанник Тимураза Бабухадия провел пять схваток и во всех одержал победы, не уступив ни одного балла. И еще около 600 медалей различного достоинства завоевали в течение последних лет представителей Карачао-Черкесии на соревнованиях окружного, федерального и международного уровней. С одной стороны, в республике продолжается запуск объектов спортивной инфраструктуры. С другой, в свете санкций в отношении России пришлось внести некоторые коррективы, в том числе в подготовку задействованных в этой сфере людей. О достижениях и преодолениях в сюжете корреспондента Артур Амгце. Успех в развитии спорта в Карачао-Черкесии – это не только медальные достижения на состязаниях различного уровня, но и запуск в эксплуатацию объектов, где могли бы заниматься все желающие. Это и поддержка детей и молодежи, и организация представительных состязаний. В последние несколько лет результаты республики исчисляются примерно шестью сотнями медалей. Однако нынешнее время для страны в целом и нашего региона в частности особенное, ведь из-за введенных санкций приходится многое менять под новые реалии. Как поддерживать спорт высоких достижений в условиях санкций? Ведь сейчас у спортсменов нет как такого стимула в международных соревнованиях, нет возможности выступать. Действительно, в связи с санкциями в спорте возникло большое количество проблем. Практически отменены все международные соревнования, за небольшим исключением. Ну, говорить о развитии в данном случае, что от Министерства спорта Российской Федерации разработан ряд мероприятий, которые будут, так сказать, поддерживать тонусы наших спортсменов. Одно из них, скажу, «Спартакеада сильнейших», так называемое, будет проходить в конце августа, где наш регион будет принимать участие на выезде, и также будет принимающаяся стороной мероприятие, будет проходить в Архызе. Довольно большое количество внутрироссийских спортивных мероприятий призваны на какое-то время заменить нехватку международных соревнований. Тем более, что по ряду дисциплин представители нашей страны считаются конкурентоспособными на любом уровне. Есть чему и у кого учиться. Поэтому важное значение будут иметь организация тренировочного процесса, строительство новых объектов инфраструктуры и, разумеется, правильное ведение юных талантов от начального этапа до взрослой спортивной карьеры. «Наверное, больше всего речь сейчас идет за детский спорт, молодежный спорт и взрослый спорт. Все регламенные мероприятия финансово закрыты. У них там нет проблем. Но есть такие мероприятия, в которых спортсменам хочется принять участие, но не обязательно. В некоторых случаях таких либо родители, либо спонсоры их поддерживают в выездах и так далее. А детский спорт, он, по сути, имеет оздоровительный смысл, но в меньшей степени входит в бюджетные планы спортивной подготовки». Для юных жителей региона бесплатно предоставляется существующая инфраструктура. Мальчишки и девчонки могут бесплатно посещать различные секции. Кроме того, часть мероприятий организует Министерство образования. Финансирование принимает участие муниципалитеты, а также спонсоры и родители. Однако постепенная задача детского спорта скорее оздоровительная, считает министр физической культуры и спорта Республики Рашид Узденов. Подготовка тренерских кадров, развитие в регионе ранее непопулярных направлений, открытие в Карачаево-Черкесии новых стадионов, организация массовых состязаний. Всему этому будет уделено максимум сил и внимания. Артур Махцем, Мухаммед Ташибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Полное интервью с министром физической культуры и спорта Крачаево-Черкесией Рашидом Узденовым смотрите в итоговой программе «События недели». Это все вести прямо сейчас. Смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова